Всем привет! Сегодня у нас с вами очередной разбор полетов. Мы будем определять лучшее и худшее внутри бюджетного польского бренда HIN. Я набрала в этом бренде достаточно много косметики, и сегодня абсолютно все, что у меня нанесено на лицо, это косметика этого бренда. И буквально через секунду мы с вами перейдем к макияжу, где я буду все наглядно демонстрировать, комментировать, высказывать свою точку зрения. В общем-то, если вы посматривали в сторону этого бренда и задумывались, действительно ли стоит покупать, есть ли здесь что-то качественное, то это видео как раз для вас, поэтому давайте переходить к макияжу, и я вам все в деталях покажу. Для макияжа глаз я сегодня буду использовать вот такую вот палетку от HIN. И знаете, что она мне напомнила? Мне эта палетка очень напомнила когда-то популярные палетки от Makeup Atelier. Все визажисты по ним сходили с ума, когда-то это были самые качественные тени. И вот эти палетки от HIN очень похожи по своему принципу. То есть тоже это растяжка из пяти оттенков для определенного типа макияжа. То есть они есть в разных цветовых гаммах. То есть это, как видите, такая больше розовато-пыльно-баклажановая. И вот как раз такой макияж с ней получается. Если вы внутри этой линейки найдете ту гамму, которая вам нравится, то это вполне может стать вашим таким простым макияжем повседневным, когда не нужно думать, что с чем сочетать. Это маленькая палетка, тут все продумано уже за вас. Вы просто, грубо говоря, двигаетесь по очереди. Раз, два, три, четыре. Все, у вас растушевка готова. Есть также здесь металлический оттенок, который вы можете как использовать, так и не использовать. Что касается в целом качества этой палетки, то оно очень приличное. Можно сделать полноценный красивый макияж с помощью этой палетки. Темный оттенок достаточно темный и выразительный, то есть может углубить складку. А что касается общего макияжа, то хотя эта палетка и выглядит такой вот как темно-баклажановый, но макияж не настолько очевидно в такой гамме. То есть на глазах это выглядит немножко более приглушенно. И тут, конечно, дело предпочтения, но лично мне это нравится даже больше, чем если бы это было более ярко и очевидно. Я также взяла на пробу карандаш для глаз от HIN, который называется Hyperallergenic Eye Pencil. Оттенок у меня 308 Dark Brown. Этот карандаш очень-очень-очень дешевый, но при этом, как мне кажется, это не стоит даже этих денег, потому что карандаш мне абсолютно не понравился. Он настолько твердый, что он абсолютно не хочет переноситься на века. Получаются какие-то рваные линии, пятна, неоднородное нанесение. И плюс еще он настолько твердый, что просто реально больно прям его наносить. И вот я вам специально сейчас его попытаюсь продемонстрировать, но потом мы его продублируем подводкой. И хорошо, что я взяла что-то, что может это продублировать. Это вот такая вот жидкая подводка от HIN, которая называется Eyeliner Glam. Вот эта подводка действительно неплохая. У нее классическая упаковка, то есть это обычная вот такая вот кисточка. Причем кисточка очень тоненькая, очень удобная. И с ее помощью легко нарисовать стрелки, хвостики, там какие-то тонкие линии. В общем-то это не проблема абсолютно. Что мне еще тоже понравилось? Она стойкая, нигде не отпечатывалась у меня никогда, ничего с ней не происходило. Но когда ее смываешь, она не размазывается и не растекается. Она как будто такими как сгустками снимается. Вот как термотуши, вот что-то похожее. И как по мне, вот такой вот формат подводки это гораздо лучший вариант, чем аналогичные бюджетные фломастеры с фетровыми аппликаторами, которые пересыхают моментально, как только начинаешь делать стрелки. А вот консилер от Kine это еще одно мое разочарование. Называется он Radiant Splendor Concealer. Здесь написано также, что он заполняет морщины. Я себе взяла оттенок номер 2 Ivory. Сразу хочу предупредить, вот этот оттенок он очень светлый. То есть это не просто светлый, это практически белый с таким вот легким розовым подтоном. И что мне больше всего не понравилось в этом консилере, это то, что он достаточно густой и такой вот тягучий, плотный, липкий по своей текстуре. Но при этом, когда начинаешь растушевывать, покрытие куда-то пропадает. То есть у тебя зона под глазами остается просто как будто такой влажной и липкой, но в то же время покрытия недостаточно для того, чтобы перекрыть даже ну хоть какие-то проблемы, как мне кажется. Ну вот, вроде нанесла, и вот я так на себя смотрю, и эта зона у меня просто стала какая-то более белая. Но в то же время все равно я вижу, как сквозь вот эту белизну просвечиваются темные какие-то участки под глазами. И также из-за своей такой вот липкой текстуры, это сразу начинает забиваться во все морщины, поэтому этот консилер обязательно нужно закреплять. И для закрепления я взяла пудру от HIN, которая называется Lightning Secret Eye Powder. То есть это пудра, которая и рассчитана исключительно для зоны под глазами. Пудра эта мне тоже не понравилась, потому что она по своему качеству неплохая, но сюда добавили какое-то огромное содержание серебристых блесток. Я понимаю, для чего якобы они предполагались, потому что пудра должна подсвечивать эту зону, и должна как-то освежать зону под глазами. И часто используются такие перламутровые пигменты, какие-то блесточки даже бывают используют в таких вот пудрах. Но здесь эти блестки настолько очевидно блестки, что просто кажется, что у вас тени с блестками осыпались под глазами, и вы просто их не убрали. Зачем это там? Непонятно. Потому что красивого эффекта эти блестки, ну вот вообще не добавляют. В общем-то, в целом, сама пудра в принципе и достаточно неплохая. Она не лежит как-то тяжело под глазами, хорошо закрепляет консилер, но вот эти блестки реально все портят. А сейчас я хочу закончить макияж на нижнем веке. Я буду использовать те же матовые оттенки. Ну тут в принципе далеко не разгонишься, всего 5 оттенков в палетке. Средний матовый оттенок и самый темный я буду использовать для растушевки во внешних уголках. И также этот металлик продублирую во внутреннем уголке и до середины глаза. Тушь я взяла вот такую. Вот называется она Creamy Miracle Mascara. Тушь, откровенно говоря, так себе. Ну вот просто не понравилась мне тоже абсолютно, потому что, во-первых, достаточно большая щеточка, вы знаете мое отношение к щеточкам большим. Ну ладно, щеточка это такое дело. Она сама по себе уже какая-то с одной стороны мокрая, а с другой стороны какая-то густая. И на ресницы переносится это сразу комочками, и как-то вот легко с помощью такой туши сделать паучьи лапки. И вообще, в принципе, какие-то слипшиеся, не очень красивые ресницы. Если аккуратно наносить, то можно, конечно, более-менее прилично накрасить глаза, но в то же время, мне кажется, в тушах сейчас огромная конкуренция. Поэтому в моих глазах вот это сразу проигрывает, потому что и цена здесь не такая, что прям низкая. Обычная вполне цена для бюджетной туши. И вот аналоги есть значительно получше. Тональную основу мы сегодня с вами будем использовать вот такую. Вот она называется Vision Matte Smooth Long Cover Foundation. Я себе взяла оттенок 802 Lentil Beige. У этой тональной основы стандартная 30 мл, сделана она в Польше. И, в общем-то, основные характеристики, которые здесь заявлены, это то, что это очень стойкая тональная основа, матирующая и разглаживающая. В принципе, со всеми этими характеристиками я могу согласиться. И по своему финишу она чем-то напоминает мне тональную основу от Evelyn, жидкую с пипеткой. И также частично чем-то напоминает Catrice, тоже жидкую HD Liquid Coverage. При этом Catrice у меня все равно на первом месте. А вот Evelyn и Hyn где-то приблизительно одинаково, но ниже находятся. Потому что, на мой взгляд, Catrice ложится лучше, выглядит в целом лучше на лице, лучше разглаживает тоже текстуру лица. Это тоже, в принципе, неплохо на лице смотрится, тоже разглаживает, создает вот такой вот матовый бархатный финиш, неплохо держится на протяжении дня тоже. Вот как бы, казалось бы, никаких претензий к ней особо нет, но вот все-таки Catrice, на мой взгляд, лучше выглядит, лучше смотрится. Ну вот, как видите, по-моему, результат очень неплохой. У этой тональной основы приблизительно среднее покрытие, где-то около того. Красивый, приятный бархатный финиш, абсолютно она не липкая на лице. Сразу после нанесения он усаживается так, как будто вы его уже слегка припудрили. Красивый у него такой бархатистый финиш. Тон этот не лежит плотно, он не лежит маской. И в то же время, если посмотреть на него в конце дня, тоже особо с ним на протяжении дня ничего не происходит. Он достаточно прилично себя ведет. У меня он не заваливается как-то катастрофически в морщины, не трескается там, не начинает с меня сходить пятнами или где-то сильно жирнится. Нет, очень такой неплохой, достойный результат. Но, на мой взгляд, Catrice немножко лучше. Если вы хотите, вы можете посмотреть отдельно еще обзор мой на тональную основу Catrice, посмотреть результат, посмотреть при дневном освещении то и другое, в конце дня и то и другое, и сделать свои выводы, что вам нравится больше. А вот это можно даже записать в хиты этого бренда. Это палетка для контурирования, которая называется Happy Time Palette. С одной стороны здесь бронзер, с другой хайлайтер. Вернее, даже это не бронзер, это именно корректирующая такая, скульптурирующая пудра. И мне здесь безумно просто нравится вот эта часть с корректором, потому что оттенок очень удачный. Хорошо подчеркивает рельефы лица, но при этом не выглядит как-то неестественно. У него как раз идеальная пигментация. И не так, чтобы поставить пятна, и не так, чтобы вообще практически ничего не было видно, и нужно там миллион раз наслаивать. Вот хайлайтер мне здесь не понравился. Он слишком металлический, слишком какой-то жесткий такой, сразу, моментально, очень сильно подчеркивает текстуру лица. И даже если у вас не особо текстурная кожа, как у меня, в принципе, в этой зоне, ну, в принципе, достаточно гладкая кожа, но после того, как я наношу этот хайлайтер, просто вот все как, я не знаю, как у динозавра. Румяшки я взяла вот такие вот. Взяла два оттенка, потому что не могла определиться, какой мне нравится больше. Эта линейка называется Pure Silky Blush, и оттенки, которые я себе взяла, это 101 Nude Peach и 103 Soft Terracotta. Если вы смотрите мой канал, то вы уже знаете, что я очень люблю запеченные румяна от Him, которые называются Baked Rouge. Очень классные они, и в этот раз я решила взять матовую версию румян. И, откровенно говоря, оба эти оттенка мне очень нравятся. Я считаю, оба удачные, оба красиво выглядят. И не подчеркивают ни текстуру, не привлекают особо к себе внимания, просто освежают. Сегодня, кстати, вот я как раз-таки буду вот этот 103 оттенок использовать, потому что, мне кажется, он под такой более холодный макияж глаз лучше мне подойдет. Хайлайтер я взяла вот такой вот. Это линейка Lumi Highlighter. И оттенок у меня первый, Champagne. Самое классное в этом хайлайтере, это его аромат, потому что он пахнет чем-то сладеньким каким-то десертом, очень-очень вкусно пахнет. Но при этом сам хайлайтер хоть и лучше, чем то, что находится вот в этой вот палетке. Но в то же время мне бы все-таки хотелось, чтобы он был поделикатней, даже не в плане того, как он светится, а в плане своего помола. Потому что все равно немножко грубоват. И если я сверху не пройдусь спонжем с остатками тональной основы и не сглажу вот эту вот текстуру, то будет достаточно некрасиво. Для бровей я сегодня буду использовать карандаш, который называется Automatic Eyebrow Pencil. Я себе взяла оттенок номер 3 Brunette. Это треугольный карандаш, который достаточно такой плотный. Если вы такие треугольные карандаши любите, то, возможно, он вам понравится. Что касается качества этого карандаша, то оно вполне приличное, но вполне обычное. То есть ничего особенного, но и в то же время ничего ужасного он не делает. Оттенок этого карандаша, как видите, такой поистине серый. Поэтому если вы больше коричневая брюнетка, то я бы не покупала этот оттенок, потому что он будет слишком холодный на фоне ваших волос. Если же у вас, наоборот, темно-русые, к примеру, холодные волосы, или вы просто темная-холодная брюнетка, то этот оттенок вполне может вам подойти и понравиться. А вот эта штука мне не понравилась. Это Brow Tint. И оттенок я себе взяла 12 Dark. Во-первых, здесь очень неудобная щеточка, на мой взгляд. Плюс этот тинт супер просто жидкий. И когда достаешь этот аппликатор, вот я лично очень долго его счищаю, потому что он мажется невероятно просто по всем бровям. И в то же время, как мне кажется, он слишком пигментированный, как для продукта для бровей. Как только начинаешь им прочесывать брови, вот прям конкретно тонируется все. И при этом эффект, как по мне, слишком жесткий. Очень трудно его нанести равномерно, чтобы этот пигмент вот равномерно именно распределился по всем вашим бровям. А если у вас есть проплешины, то тем более вам это не светит. И еще, наверное, все-таки мне нужно было оттеночек посветлее брать, потому что как только я его наношу в свои брови, у меня брови становятся, знаете, такими вот конкретно брежневскими. Для губ на пробу я взяла две разных помады. Первая из них вот такая вот в форме карандаша. Это более классическая версия помады. Называется она Matte Lip Crayon. И оттенок я себе взяла 13 Romance. И у Maybelline что-то похожее есть, и у Bourjois. В общем-то много сейчас такого формата на рынке. Что касается ее качества, то мне она не понравилась. Она очень какая-то плотная, пластилиновая немножко. И также мне не понравился этот оттенок, потому что хоть он и выглядит нюдовым, и по сводчам я его выбирала в интернете, он мне показался именно таким красивым, нюдовым, пыльно-розовым оттенком. Но в то же время это один из тех пыльно-розовых, которые старят. Вот с ним как-то сразу выглядишь как-то немножко более увядшим. А вторая помадка гораздо поприятнее. Это классическая матовая жидкая помада из линейки Velour. Называется Matte Lip Tint Non-Lasting. Я себе взяла оттенок 605 Reggae. И тут, кстати, даже есть такая наклеечка, что это выбор покупателей 2019 года. То есть, как я поняла, в Польше это очень популярный продукт. И в принципе, неудивительно, действительно неплохая жидкая матовая помада. Оттенок мне этот тоже вполне понравился. По своей текстуре она очень тонко наносится, моментально схватывается на губах. Конечно, если губы совершенно неподготовленные, пересушенные, будет сушить вам губы, как и практически все жидкие матовые помады. Но если губы в более-менее нормальном состоянии, то и ощущаться она будет очень комфортной. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.